Безвиз для Украины обсуждают сегодня в Брюсселе. Вечером началась встреча представителей трех институций, Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. Как все будет и когда все же Европа откроет свои двери для украинцев, узнаем от Елены Зориной. Она в Брюсселе. Визовый триалог. Именно так в Брюсселе называют встречу, которая по сути положит начало процессу имплементации безвизового режима с Украиной. Этот вопрос представители трех важнейших европейских институций обсуждают в Европарламенте. Но за закрытыми дверями. Встречу особо не афишируют и не анонсируют, но по сути это формальность утверждения графика, когда же начинать саму процедуру подписания. Но для украинцев, конечно же, важна каждая деталь. Если все пойдет по плану, за долгожданный безвиз для Украины в Европарламенте могут проголосовать уже в начале апреля. В мае документ подпишут, а уже к середине июня шенген украинцам для поездок в Европу будет не нужен. В Еврокомиссии согласились, что Украина выполнила все технические обязательства по безопасности, но также существует расписание, которое крайне важно здесь, в ЕС. В следующие несколько месяцев в Нидерландах и во Франции пройдут важные выборы, на которых популистические и националистические кандидаты набирают обороты. Так что здесь существует небольшая политическая предосторожность. Украине нужно немного терпения. Жарких дискуссий во время визового треолога эксперты не ожидают. Это только консультации. Впрочем, споры возможны, но очевидно, что ссоры из избы никто выносить не будет. Если же разговор пройдет гладко, уже в этот четверг послы в Совете Европы могут сказать Украине «да». Согласие должно прозвучать дважды. Такова процедура вторая, скорее всего, будет в середине мая, уже после выборов во Франции и Нидерландах, а также голосование в Европарламенте. Я же напомню, что ранее Совет ЕС поддержал механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. Для Украины это настоящая финишная прямая на пути к безвизу. Ну а завтра Европа узаконит свои отношения с Грузией. Состоится церемония подписания безвиза с Тбилиси. Из Брюсселя Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.